Митинг под стенами Одесского отделения Национального банка Украины провели кредитные заемщики. Люди требуют отставки главы НБУ Валерии Гонтаревой и принятия законов, которые облегчат им выплаты по валютным кредитам. Многие из них внесли половину суммы, но теперь не в состоянии платить по текущему курсу доллара. На митинге побывал Андрей Цыганко. У меня кредит на Мурабску! Это уже третья акция под стенами Национального банка. Для этих людей выплата валютных кредитов стала непосильным бременем. Кредиты брали более 8 лет назад, еще по курсу 5 гривен. Теперь же выплачивать придется в гривне на 500% больше. Здесь стоят люди, бизнесмены, предприниматели, которых топтали грязь, которых топтали в нищету. Почему они сейчас должны стоять и просить о том, чтобы им перевели по нормальному курсу их кредиты? Сколько можно наживаться на нас? Почему говорят, что валютные заемщики – это их личные проблемы? Нет, это проблемы государства. И все должны это понять. Ирина Левченко взяла кредит на квартиру в 2006 году. Осталось выплатить только проценты, но денег у нее больше нет. Банк уже не в убытке. Мы взяли 70, отдали уже 85. Получается, банк свое в принципе получил. Вот и все. Так сделайте нам, пожалуйста, нормальный курс, чтобы мы могли платить двое маленьких детей. В аналогичной ситуации поручитель Олег Паскалов. Его заемщику осталось заплатить 32 тысячи долларов. Уже внесли более 80. Завтра они придут ко мне. Я буду должен отдать все, что у меня есть. Квартира, моя квартира, машина. Вот за это я стою. Люди требуют отставки главы НБУ Валерии Гонтаревой, а также принять целый пакет законов, которые позволят им рассчитаться по долгам. Это должно коснуться переоформления кредитов по курсу на момент заключения договора, норм налогового кодекса и адекватной процедуры по отчуждению имущества в счет долга. Почему-то банк принимает имущество, вот такой циклооценочной стоимости банкиров, и продают ее на аукционах. У нас нет права первой руки. Люди не могут сами выкупить свои квартиры. Почему-то выставляются эти квартиры на аукционах и продаются за 5, за 10 процентов стоимости. На акцию протеста отреагировало руководство Одесского нацбанка. К людям вышел Владимир Подопригора, который согласился с требованиями протестующих и пообещал в кратчайшие сроки отправить его в НБУ. Заявление ваше получено. Мы сейчас его отсканируем и в электронном виде сегодня отправим главе Национального банка. Люди настроены серьезно. До тех пор, пока их требования не выполнят, они отказываются платить по кредитам. Заодно обещают проводить акции протеста и в дальнейшем. Андрей Цыганко, Алексей Барановский, 7 канал. На Молдаванке этой ночью стреляли. Один человек погиб, еще двое ранены. Инцидент произошел в заведении на улице Разумовской. Между клиентами клуба возник конфликт. У одного из участников при себе оказался боевой пистолет. Расстреляв оппонентов, человек скрылся. Двое из его жертв попали в больницу с огнестрельными ранениями. Третий скончался от потери крови. Выживших участников разборок разыскивает милиция. Начато уголовное производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса. Статья 296, часть 4, хулиганство. И статья 121, умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшие за собой смерть. Батареи в Одессе могут выключить уже на следующей неделе. Обычно отопительный сезон в Украине начинается в октябре и заканчивается в апреле. Но в этом году сроки могут сместиться. В Одессе отопление могут отключить уже через несколько дней. Все зависит от прогнозов синоптиков и распоряжения городских властей. Это распоряжение городского уголовы. Выше указанное распоряжение издается исходя из тех климатических факторов, которые будут в Одессе. То есть, если температурный режим в течение трех дней будет превышать 8 градусов среднесуточной, это, в принципе, дает возможность издавать распоряжение об окончании отопительного сезона. Одесские коммунальщики считают, продлевать отопительный сезон в связи с повышением цен на энергоносители и огромную задолженность населения за потребляемое тепло нецелесообразно. Отключение систем отопления в школах, детских садах и больницах будет проводиться в индивидуальном порядке. Отключать же отопление по собственному усмотрению могут лишь в домах, оборудованных индивидуальными системами обогрева. Седьмой километр продолжает работать. Слухи о его закрытии предприниматели рынка называют ложью. Они выступили перед журналистами, чтобы опровергнуть информацию, появившуюся в интернете. Что рынок практически закрыт, что рынок открывается только один раз в неделю, что оптовы покупателей нет. Это ложь. Это я вам заявляю официально. Рынок действительно переживает не лучший период. Это связано с потерей покупателей и продавцов с Восточной Украины полуострова Крым, а также со скачком доллара. Напомню, аренду предприниматели платят в иностранной валюте. Тем не менее, седьмой километр работает в шататном режиме. Морские пехотинцы приехали на ротацию в Одессу. После четырехмесячной службы в зоне АТО они получили долгожданный отпуск. Морпехов встречала и Олеся Повар. Возле здания Южного оперативного командования людно и волнительно. С минуты на минуту сюда прибудут чьи-то папы, мужья и сыновья. Они возвращаются из зоны АТО. Ребята, которых мы уже через месяц будет год, как мы их встречали из Крыма, когда они выходили из Крыма. Потом их здесь помогали их семьям. Они жили в санаториях, делали ремонт их в их воинских частях. Сейчас ребята были в АТО, но вот сегодня возвращаются. Елена и Игорь приехали спонтанно. Встречу узнали за полчаса до ее начала. Так взыграло, так вот сразу скачили быстро. И приехали сюда в надежде порадовать ребят, обнять ребят, высказать им свое восхищение, свою гордость, свою любовь. Наконец прибывает долгожданный автобус. Вместе с ребятами из АТО вернулся котенок Чипидрис. Дети приехали, а Чипидрис, скажите, нет, такие назвали. Они проляганные такие, что капец. Трусы тягася. Всю дорогу видеть был земной. Бедолага. Павла встречают близкие и родные. Я въеду нашел, я думал, вы не повернули. Красивая ваша борода. Спасибо вам. Трахте бедо, все бедо. На, держи. Он не видел своих детей уже 4 месяца. Покажи, как ты любишь. А ты как папу любишь. Все хорошо, хорошо, что тепло встречают дома. Домой всегда возвращаться приятно. Они приехали в долгожданный отпуск, а затем по первому приказу будут снова исполнять свой долг. Олеся Повар, Кристина Кондратьева, 7 канал. Военная техника проедет по трем районам Одессы в период с 3 по 5 марта. Об этом сообщили в Департаменте информации связи с общественностью Одесского горсовета. Передвижения техники связаны с плановыми комплексными учениями воинских частей в воздушном командовании «Юг». Предполагается, что техника будет перемещаться по Киевскому, Малиновскому, Суворовскому районам Одессы. Жители города просят не паниковать по данному поводу. Отметим, что такие учения уже проходили в городе. В феврале горожанами были замечены комплексы ракет С-300 в районе Таирова. Сегодня под стенами Приморской прокуратуры одесситы и сотрудники санатория «Лермонтовский» провели митинг в поддержку здравницы. Подробнее узнавала Елена Стребко. Руки прочь от санатория! Руки прочь от санатория! Около сотни митингующих пикетировали областную прокуратуру. Одесситы и сотрудники санатория «Лермонтовский» возмущены тем, что здравница может стать доступна только для членов Министерства юстиции. По словам адвоката Ильи Халдай, который представляет интересы лечебницы, администрация «Лермонтовского» обратилась в прокуратуру, так как считает, что Минюст грубо нарушает закон. Руководство и сотрудники медицинского учреждения по-прежнему утверждают о попытке рейдерского захвата санатория со стороны Министерства юстиции Украины. По словам адвоката, правоохранители должны дать правовую оценку действиям сотрудников Минюста. На сегодняшний день подчеркиваю, имущество санатория в виде лечебного комплекса, оборудования, иное имущество, остатки на расчетных счетах, контракты – это все является собственностью прав союзов. Никто это не отменял, нет ни единого судебного решения, либо иного нормативного документа, по которому дочернее предприятие клинический санаторий Лермонтовский обязано было это кому-либо передать. Все притязания со стороны Министерства юстиции на это имущество являются незаконными. Заместитель Министерства юстиции Оксана Иванченко утверждает, что это все спекуляции. Минюст действует согласно закону. По ее словам, санаторий Лермонтовский – государственная собственность, которая на протяжении многих лет использовалась частным акционерным предприятием Укрпрофздравница. Мне трудно дать оценку, почему руководство и Укрпрофздравницы, и собственно говоря, руководство дочернего предприятия санаторий Лермонтовский посчитали, что это какой-то рейдерский захват. Я думаю, что абсолютно очевидно, что руководство знало, что с 2011 года решением суда хозяйственного Одесской области данный объект был возвращен в государственную собственность. То, что это произошло абсолютно на законных основаниях, что, собственно говоря, подтверждается и решением судов трех инстанций, и распоряжением кабинета министров, это очевидно. Одесситы обеспокоены тем, что передача санатория другому ведомству может оставить на улице семьи вынужденных переселенцев из зоны АТО. Они нашли временный приют в здравнице. Кроме того, сотрудники медучреждения говорят, что могут оказаться без работы. Минюст уверяет обратное. Министерство юстиции заверяет абсолютно всех заинтересованных, граждан Украины, общественность Одессы, Одесской области, что этот санаторий сохранит свою профориентацию. Он будет исключительно использоваться для того, чтобы предоставлять услуги гражданам в оздоровлении и в реабилитации. Тем временем одесситы не верят обещаниям. Я думаю, что это просто разговор. Это просто для того, чтобы успокоить нас. На самом деле мы уже 10 лет боремся за санаторий. Последний раз это в 2011 году мы боролись. То же самое. Все обещают. Но вы посмотрите, что делается в городе. Все санатории, которые поменяли собственника, они просто исчезли с карты города. Их нет. Напомним, в конце января решением Кабмина здравница была передана на баланс Министерства юстиции. Администрация санатория Лермонтовский утверждает, Минюст действует рейдерскими методами. В свою очередь, сотрудники Министерства юстиции не согласны с данными комментариями. И утверждают, что они работают согласно закону. Ольга Голодова, Ирина Стребко, Алексей Филиппов, Алексей Барановский, 7 канал. Буксир с новым названием появился сегодня в Ильичевском порту. Булат-1 портовики переименовали в честь героя Украины Станислава Стребко. В канун дня рождения почетного гражданина Ильичевска и человека с множеством заслуг перед городом и страной в Ильичевском порту провели торжественную церемонию переименования корабля. Как это было, видели наши корреспонденты. Станислав Стребко – человек-легендой в Одесской области и в Украине. Сегодня в его честь назвали один из 14 буксиров Ильичевского порта. По акватории порта буксир ходит так же уверенно, как Станислав Стребко ступал по его причалам. Человек был патриотом порта, жил портом. И для него порт – это было детище, которым он болел изо дня в день. Поэтому я это знаю, чувствовал и имел честь со Станиславом Кирилловичем общаться, слушать. И, собственно, в последний путь тоже я был, когда мы его проводили. Сегодня жизнь Станислава Стребко продолжается вместе с работой буксира, названного в его честь. Мы гордимся, честно, до сих пор, что он рядом с нами. И мы выполняем то же самое, то же, что он всегда планировал. И вот мы просто продолжаем это. За несколько лет до появления корабля с именем героя Украины Станислава Стребко Величевский в его честь была названа площадь перед админзданием порта. А на одном из жилых домов появилась мемориальная доска с его портретом. В нынешних условиях сложности привлечения новых грузопотоков как раз зерновой комплекс. Созданный Стребко потенциально может сыграть свою важную роль. Дела и труд бывшего начальника порта воспринимаются портовиками как фундамент экономической стабильности госпредприятия сегодня. Об этом отрапортовали у памятника героя Украины. Докладываем. Сегодня назвали в вашу честь буксир. Традиции портовики поддерживают. С днем рождения. Буксиру Станислав Стребко 7 футов под килем желает Ольга Голодова, Наталья Смирнова, Виктор Фоменко, Андрей Смирнов. Седьмой канал. Прирост заболеваемости вирусами группы А и Б с начала года снизился на 12%. Такие данные представила Государственная Санэпидемслужба Одесской области. По словам экспертов, эпидпорог в регионе не превышен. Как оставаться здоровым, расскажет наш корреспондент. Одесситы, не болейте, ведь скоро придет весна. Встречайте ее в здоровом теле. Но если вы все-таки почувствовали недуг, мы поможем вам его преодолеть. Ведь мы знаем секреты выздоровления. Все медицинские препараты, которые на доктор назначает. Да, в основном мы много гуляем на улице. Очень много. Поможем с утра до вечера. Лекарствами. А еще чем? Имбирем. Мед, лимон, горячий чай. Ну и народный метод. Водка, перец, все. Кушаем больше фруктов. Там мед, чай горячий. Ем много витамина С. В этом году, отмечают работники Госсанэпидслужбы, одесситы чаще заболевают вирусом группы В. Эту болезнь человек переносит намного тяжелее по сравнению с тем же вирусом из группы А. Только за три недели выделено 50 вирусов. Из них 44 – это вирус гриппа В. Грипп В – это когда человек заболевает этим вирусом, он уже на работу не пойдет. Врачи рекомендуют пользоваться средствами личной гигиены. Если вы находитесь в общественном месте, одноразовые салфетки, платочки и медицинские маски должны быть всегда под рукой. В то же время врачи не советуют заниматься самолечением. Если вы почувствовали ломоту в теле, повышение температуры, слабость, обратитесь к минработнику. Сами начинаем лечиться. Тем самым уже обращение к врачу идет достаточно позднее. И начинается вот такое вот, идет осложнение именно после перенесенного вируса. Первые в зоне риска, конечно же, дети. На данный момент через распространение вируса в Одесской области остановили работу 29 школ. Также временно закрыли три детских сада. Но врачи уверяют, что ситуация под контролем. Здоровья одесситам желает Ольга Голодова, Алексей Филиппов и весь Седьмой канал. Электронный город. Именно так будет называться проект по управлению всеми службами мэрии и сервис по приему заявлений. Теперь каждый желающий по электронной почте сможет обратиться к властям города и отслеживать маршрут своего письма прямо в сети интернет. Ответ на свой запрос горожане могут получить, не выходя из квартиры. Юлия Федорова расскажет о Наухау больше. Теперь одесситы смогут отправлять фотографии трещин в домах, неубранного мусора на холстро или разбитых дорог не в соцсети, а сразу в мэрию. И тут же ждать реакции. Не выходя из дома, можно будет решить любой вопрос. Для того, чтобы не бежать через весь город, не тратить деньги на проезд в транспорте, для того, чтобы приходить, получать ответ или можно будет посредством задавать вопросы, получать на них ответы, формировать пакет документов. И в том числе и обращаться в электронную очередь, фиксировать, что значительно облегчит работу. В Горсовете с помощью такого проекта смогут мониторить работу всех чиновников. На каждом таком электронном обращении будет стоять автоматический контроль. В будущем, благодаря этой системе, можно будет мгновенно увидеть результаты голосований депутатов во время сессии. А еще видеть по карте перемещение коммунальной уборочной техники. И даже следить за работой сотрудников ЖКСов. Одним словом, контролировать смогут всех. Это будет единое инвестиционное окно городской власти, бизнеса и обычных граждан. Обычные граждане, если у них есть интересные идеи, нуждаются тоже в привлечении инвестиций. Они смогут на этом портале размещать свои идеи. Люди, не имеющие доступа к интернету, смогут приносить в горосполком бумажный вариант заявления. Оно будет отсканировано и также размещено в электронной базе данных. Пока проект запускают в тестовом режиме. Юлия Федорова, Дмитрий Бондаренко, Седьмой канал. Одесса должна стать мощным центром делового туризма. Как это сделать, сегодня решали за круглым столом. Представители туристического бизнеса со всей Украины предлагали свои методы и планы на будущее. Несмотря на то, что Одесса ассоциируется и сейчас, и всегда ассоциировалась, и я думаю, в будущем будет ассоциироваться со столицей юмора, прежде всего, это есть и столица, я должен сказать, должна быть столица деловая и культурная. Туризм – это, в принципе, та отрасль, которая, во-первых, может сплотить страну. Туризм – это та отрасль, которая может быть экономически привлекательна и экономически бюджетонаполняющей. Эксперты отметили, что Одесса является привлекательным регионом не только для внутреннего потребителя, но и для наших соседей за границей. Именно поэтому в Одессе будет работать Конвеншн-бюро. Его главная цель – маркетинговое продвижение города на международном уровне. В плане продвижения конференций возможностей, инсентив, идей и целью является использование наиболее эффективных элементов для загрузки инфраструктуры города. Детям необходимо будет делать отдельный паспорт. Раньше их можно было вписывать в родительский документ. Теперь для того, чтобы выехать с ребенком за границу, родителям не обязательно идти к нотариусу. Дать согласие можно в миграционной службе. В ведомстве также напоминают, что сделать загранпаспорт по старому образцу уже невозможно. После подачи документов биометрический паспорт будет изготовлен в течение 20 дней. Стоимость его не превысит 500 гривен. Сотрудники службы просят более четко заполнять необходимые документы, вплоть до подписи. Многие паспорта пришлось переделывать. Много документов было забраковано полиграф-комбинатом и государственным центром персонализации данных именно из-за электронной подписи. Поскольку подпись граждане ставили не совсем четко, не сильно. Она уменьшается в размере, она превращалась в жирную точку. Это тоже брак. Подпись должна быть четкая. И нам за это завернули приличное количество документов. Сегодня исполняется 140 лет со дня рождения академика Филатова. Имя этого ученого знают во всем мире. Он первым провел операцию по пересадке роговицы. Изобрел офтальмологические инструменты и разработал уникальный метод трансплантации кожи. Человек, основавший вообще офтальмологию, поставивший ее в 19 веке совершенно на другой уровень. Человек, который осмелился и взял на себя ответственность сделать эту операцию, когда никто не рисковал вообще внедриться в глаз. Человек, который изобретал инструменты, которых вообще в природе не было для офтальмологии. Человек, который впервые сказал, что трансплантология возможна. Сегодня институт, который основал Филатов, занимается всеми патологиями глаз и занимает ведущие позиции в Европе. На сегодняшний день он уже завоевал признание и уже по нашим методикам оперирует во многих странах. Во многих странах Европы и Восточной Европы, и в России, и в Белоруссии. Первая в Одессе презентация книги российской писательницы Виктории Ивлевой состоялась во Всемирном клубе одесситов. Книга называется «Мандривка» или «Путешествие фейсбучного червя по Украине». В этой книге писательница рассказывает и показывает свое большое путешествие по украинским просторам. Маршрут Виктория составила от запада до востока Украины. Кочевала писательница по незнакомым местам. Она жила у людей, которых впервые видела не через монитор своего компьютера, а вживую. Я поехала, села на обычный поезд с троянда Донбасса и проехала дальше всю вашу страну. Я путешествовала почти три недели. Путешествие мое было, маршрут был такой. Донецк, Запорожье, Кировоградское область, село Павлыш, Полтава, Лубны, Киев, Житомир, Львов, Коломы и Ивано-Франковск. Ну, вот ровно с востока на запад. Сама идея пришла к писательнице совершенно спонтанно. Она осуществляла ее с помощью социальной сети. Финансово такую поездку Виктория сама бы не осилила. Материально ей помогали друзья. Кто деньгами, кто дал ночлег. А кто-то показывал город, в котором остановилась писательница. Чем больше я входила в украинскую жизнь, когда я говорю украинскую жизнь, я не имею в виду украинцев по национальности, а я имею в виду жизнь государства под названием страны, под названием Украина, тем больше я понимала, насколько мы похожи и насколько мы абсолютно разные. Таким способом писательница сумела прочувствовать реальную жизнь настоящих украинцев и попыталась понять разницу между нами и россиянами. Яна Алиматова, Алексей Филиппов, Седьмой канал. Таким увидели этот день наши корреспонденты. А я желаю вам хорошего окончания недели и приятных выходных. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok